Сашка, я тебя позвал на сашку кофе по такому вопросу. Я читал, что есть европейская регула, чтобы нам, в Латвии, до 2020 года уменьшить выбор с мусора, наверное, 10 раз. Что это значит? Можешь это сказать? Кратце скажу так, что европейская регула означает то, что мы в 2020 году сможем захоронить только Латвию 35% от того мусора, который был захоронен в 2006 году. То бишь, нам надо будет что-то думать. Куда мы его будем девать? Мы будем его сортировать. Должны сортировать. Потому что... Мы сейчас же бумагу складываем, стекло раскладываем, что там еще может быть сортировать? Можно сортировать любое, все, что не биология. То бишь, то, что... Что не органическое? Не органическое, да. Все сортируется? Да. А с этим органическим мусором? Его захороняют, и он перерабатывается. То есть 35% это все, которые только отделят биологически, и биологически захоронят. Да. А все, что... Все, что можно... Все, что не природного происхождения... Не природного, это все можно сортировать и перерабатывать. А-а-а. И из-за этого и надо... Послушай, ну, осталось, грубо говоря, там три года, да? Да. Ну, и даже меньше. Даже меньше. А что сделано для этого? Ну, минимум. 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 Вот если так, если сказать, 100% сделано, да? Сколько процентов предотношений сделано минимум? Что это значит? 5%? 10%? Ну, 20%. 20%. 20%? Значит, осталось... Самое лучшее, то, что было бы, это интенсивно начинать в Волости. Мы начнем... Государство создается в нашей Латвии из маленьких... Да, новоцов. Новоцов, да. И из-за этого начнем с нашей Волости, чтобы сортировали люди. Надо делать в городе Олайн, надо сделать две площадки большие, сортировочные, чтобы люди знали, что туда можно принести мебель, туда можно ненужные вещи на эти площадки. И в Волости тоже надо в больших веселённых пунктах, так как Яунлайн, Гайсмас, сделать большие площадки. Меденцемс? Меденцемс. Ну, там Меденцемс тоже, но Меденцемс немножко другое. Там надо сделать поменьше пунктов такие. Хорошо. А если это мы не сделаем, как это отразится на нас? Это отразится в том, что мы будем в 2020 году платить больше. Ну, что значит больше? То бишь, если мы сейчас за мусор, налог на природные ресурсы в этом году 25 евро за тонну, то в 2020 году будет 50 евро за тонну. То бишь, это ещё в два раза дороже, и этот налог входит в наш тариф. Ну, и правда, если, грубо говоря, мы не будем сортировать мусор, то всё, что мы соберём, выбросим. Кто уйдёт, грубо говоря, на гору. На гору нам запретят это всё уже давать. Так что нам придётся искать других. Кто будет за нас работать. Кто будет за нас работать. Почему мы в Волосе сами этого... Тем более у нас есть в Волосе своё предприятие, которое занимается этим. Я понял. Меня больше интересуют интересы жильцов, то есть интересы жителей города. То есть как вот это может отразиться, то есть вот это, скажем, ну, по-русски... Это может отразиться, если мы этим будем заниматься, то есть надежда, что... Ну, я уверен, что при сортировке нынешний тариф может подняться на 30%. Ну, не страшно. В сравнении с тем, что вот, скажем, если... А если вот нет? Если нет, тогда посчитай. Ну, посчитай. На 100% или на 200%? Насколько будет подняться? Ну, я думаю, что на 100% однозначно. Как минимум. Ну, я... Ладно, я тебя понял. Так что я предлагаю, что этим надо заниматься... Вчера? Вчера. Надо было заниматься вчера. Всё, спасибо.